К сожалению, число вновь заболевших коронавирусом растет неумолимо. Каждый день более 8 тысяч человек. Вот из них более полутора тысяч лежит в больнице, и 352 из них сейчас лежит в интенсивке. В этой ситуации многие люди оказываются в изоляции, которые не могут выйти, купить себе продукты. И вот хорошо, когда находятся вот такие соседи, которые позаботятся о своих соседях. Ребята, купила новый чай. Я вообще не любитель чая, пью очень редко. И если пью, то что-нибудь интересненькое. А сейчас вот у нас было похолодало, что-то мне так захотелось. Стараюсь кофе пить меньше. И захотелось чего-то тепленького, приятного. Но не знаю, насколько я угадала. Вот у них тут написано 12 вариантов у них есть. Я вот выбрала вот такой Magic Box. All is relevant. Все реально. Ну вот сейчас хочу попробовать. Это биологический трояной чай. Ну и, конечно же, вам расскажу, что за вкус и вообще понравился он мне или нет. Купила новый чай. Вот такой биологический травяной чай. Для меня это новинка. Может быть, он совсем и не новый для вас. Ну, вот такая вот красивая упаковочка. И я надеюсь, что эта упаковка соответствует и вкусу. Сейчас попробую. Так, открываем. Та-да! Так, здесь вот рассказ. Какие элементы. Такая интересная коробочка с описанием. Вот он здесь разный. Ну-ка, интересно. А, вот смотрите. Разный чай. Вот имбирь. Фенхель, я думаю. И корица. Это какой-то анис. И мед, сейч. Какая-то трава, не знаю. Здесь оно что? Хибискус и апельсины. Эндамут. В настроении. Здесь имбирь. И что это такое? Элдерфлауэром. Надо посмотреть. Вот смотрите, с этой стороны лежат все такие теплые тона. Ну, вот там и зелененькие. А с этой, наверное, разные. Ой, сладкий шоколад и перец чили. Интересно. В общем, очень интересные такие вкусы и запахи. Что такое салбэй, я не знаю. Ну, вот анис и хоненбурж. Какое-то что-то медовое. Нужно будет почитать. Вот хибискус, мята и какой-то сюбхорс. То есть детокс еще. Детокс. Здесь фенхель, кардамон, оранж. И там под низом классический. Ну, я, наверное, сейчас возьму, так сказать, для первого раза вот яблоко и цитрун, наверное. Это, наверное, на немецком написано. Зитроны. Я думаю, что это цитрун, лимон и яблоко. Попробую. И, как я поняла, здесь вот на обратной стороне упаковки вот все эти чаи описываются. Вот видите. Эндемут. Ай-эм. И вот тут, например, Ай-эм тут сали 20%. Имбирь 20%. Цитрун, крас, лимонная трава. Зудхаутвортл. Это такое дерево, корешки сладкое. Флирблусом 5%. Кстати, это сладкое дерево, не люблю. Но здесь его, наверное, очень мало. Мята, цитрунсап, лимонный сок, черный перец, кардамон, куркума, корица. И краютнагл. Это нахл. Это краютнагл. Что это? Как это по-русски? Забыла. Ну, вот, в общем, еще и лимонная цитра. Вот, очень интересная. И вот где же этот, который я выбрала? Яблоко. Надо посмотреть, как называется. Эрлюхтюн. Эрлюхтюн что-то, не знаю. Так, где это? Я так понимаю, что это вот здесь. Здесь на английском написано. Это joyful silence. Ну, это наслаждение, да? Чувство наслаждения, наверное. Вот яблоко 36, цитрунхрас, хибискус, хонибуш, что-то медовое, не знаю. Это какао, шкурочка кожица, куркума, корица, черный перец, тоже лимонный сок. Так вот, что, лимонный экстракт, базиликум, имбирь, кардемона и опять этот крают нахал. Это анис или что-то, я вот, нет, это вот, знаете, гвоздика, гвоздика, вот. Вот, очень интересно. Ну что, буду заваривать. Написано, что настаивать нужно 5-6 минут. Так, ну что, пакетик обычный. Я его понюхала, естественно, и я чувствую, вот, гвоздика уже, мне это не очень нравится. Ну, посмотрим, посмотрим. О! У меня тут большая такая чайная чашка. Так. Ой, накрашивается красиво. Ну что, дадим ему постоять. Посмотрите, какая тут еще, вот сбоку коробочки, интересная информация написана. Тут о чакрах, что каждая чашка поддерживает определенную какую-то чакру и элементы. И вот, например, АМ, там где сали, я есть, там сали, имбирь и флирбрусом, это цвет черноплодной рябины, по-моему, да? Ну вот, первая чакра. Посмотрите, это, я так понимаю, тоже отвечает за землю, или это вот элементы, земля, вода, огонь. Дальше, что это? Воздух. Вот, смотрите. Вот, все чакры должны быть в балансе, и тогда вот хармония, гармония этот классический. Чай, зундерзвард, это ино, без черного чая. То есть, вот смотрите, вот мой, допустим, он вот отвечает за... Это сложное слово для нашего произношения, вот английское. Эфир, 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 эфир. Ну, в общем, это эфир. Ну, а что в эзотерике? Эфир, это что? Это дух, чувства. Ну, в общем, не знаю, что здесь, как этот элемент, кто знаток, расскажите мне. Вот, очень интересная информация. Что я тут себе выбрала? Ну, надеюсь, после выпитого чая все будет хорошо. Так. Что-то он не становится очень насыщенным, хотя уже 5 минут прошло. Ну, подожду еще немножечко. Ну, а что, потом, когда выпью, расскажу вам, какой он на вкус, и что со мной произошло. Ох, боюсь я, что этот мэджик-бокс, эта волшебная такая рубочка, чтобы что-то не сотворило со мной. Вот, кстати, хочу показать вам у меня вот такая чашечка. Мне она очень нравится, пользуюсь ею очень редко, потому что она очень большая. Тут где-то на 350 миллилитров, а чаю я пью очень редко. Ну, что, девочки и ребята, что хочу вам сказать. Ну, что, мне этот чай понравился. Ну, сказать, что он прям такой супер-пупер. Нет, ну, он такой легкий, свежий. Я пью, естественно, без сахара, ничего я не добавляю. Приятные на вкус. И, кстати, вот гвоздику я практически не чувствую. Все остальное, да, всего понемножку. Приятный тонизирующий напиток. Ничего со мной еще не произошло. Ну, видите, я только немного отпила, попробовала. Я думаю, сразу же поделюсь с вами. Ну, и, так сказать, послесловие, да, вот чай практически выпьет. И что хочу сказать, что все-таки гвоздика ощутима. Вот уже когда выпьешь, то тогда чувствуется гвоздика, вкус и пикантность ее. Спасибо. Спасибо.